Всем привет! Это продолжение моего ффа сериала на шестерых, в котором я играю за Францию. И если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Вот Оледа в осаде. Да блин! Блин! Убрал вертолёт уже, ну! Чик! Отлично, этот партизан набираю только в путь. Так, так... ...смирная путь... ...смирно... ...смирно. 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 шпион схвачен шпион схвачен шпион схвачен шпион схвачен и шпион схвачен так что у нас тут ну ты все-таки решил вернуться до ну 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 кстати акачечка тоже уже четверть культуры себе набрал все четверть культуры и у него кстати туризма больше 135 у меня 106 мочите его как там и тебя вылечит и меня вылечит переживай ты хоть города свои отбил то обратно нет надо строить арту она по 5 ходов чуть строится внезапно ну наверно потому что массовое несчастье везде из-за усталости от войны но у меня уже спамится эти вертолеты уже штук 10 марварских этих типа недовольные которые я просто их убивая бы уже тебе пришел качка этом замирился с лёшей да нет я вообще не вижу смысла его так ну чтоб ты качечку не забрал ну заберу я его и что дальше за потом пойдешь на меня ну блин а чё тебе еще я не могу на себя идти и ты понимаешь я могу только от тебя отбиваться живем от и а сейчас это что ты делаешь то что стоять это моей территории ну сейчас они будут грабить летать и все и все забрать какой-то город и этого не смогу тень что не ничего не мешает забрав качечку потом напасть на меня вся просто чтут не все юниты было бы больше юнитов может быть и круче все было бы тем более что у качки какаешь там уран как раз забираешься города у как где уран есть да ты пока не открыл но потом откроешь я не то что не открыл я еще хер знает где я говорю до ракетостроения мне 5 только тех по 6 ходов меня сейчас за этого по 100 науки всего лишь из-за нами не за недовольства этого все мне надо защитить алюминий что-то я затупил всем за грустно но не говори почему твои юниты только что умерли у него видимо еще минус по деньгам только начался минус по или еще может быть он еще стоит на загрязнение от ядерного оружия может такое быть да да он там стоял они просто умерлись прикольно комедину сейчас отобьют варвары а 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 что хоть дамаг смешной по 9 вертолет ну да так там вертолета три объединено но тоже с этим пт-шкой стреляешь нет я верт самолетами стреляю полечится еще самолетом да господи наш ты сдохнешь а а а Продолжение следует... 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 или шпиона алё саладин ты видишь там предложениями нет чем же мир предлагаешь ему решила дать до решила на может я со мной тогда мир заключили теперь ты уже со мной до конца воюешь теперь с тобой получается я вообще не понимаю зачем-то на меня напал это еще раз говорю чтоб ты саладина не захватил полностью ты блин слушай ну ты воюешь со всеми подряд просто ты можешь не воевать можем договориться до конца мира вообще до конца игры или ты без вариантов тебя добились на кого-то захватывать до конца игры мир это не очень классно в плане с русским вот он просто постоянно у него стиль игры чисто на всех нападать без без разницы какие отношения там что было нравится ему так играть поэтому это хочу он удивляет какой у меня стиль игры смысле на меня напал испанец начали с ним 50 ходов провоевал потом на меня нападал этот сам пришел я отбился ни на кого не напал я в первый раз напал за всю игру в первый раз напал на этого и ты ему помог смысле ты после того как ты воевал с арабом ты пришел напасть на меня ты объявил милые объявил у меня нападал же я на тебя не воевал же потому что другие люди впряглись за это я я скинул скинул тебе предложения с городами своими ну я готов с тобой заключительными то беда дашь назад хотим насколько там хранит ты договоришься что ты не будешь воевать вообще со мной такое не думал давай договоримся я с тобой вообще не воюю и ты со мной не воюешь договорились то есть ты до конца игры мне войну не объявляешь вообще ни под каким предлогом ну если ты отдаешь мне талена и сам на меня не нападаешь предлогом тоже естественно это одинаковые обоюдо взаимный договор ну хорошо на войну и пришла сделка но я да и города мне отошли со всеми варварами на них это подарок тебе бонус спасибо дашь вроде согласился на сделку почему то леда все еще мой а это мы просто мир заключили вот так это ты типа заключил мир и толеда мне отдал на самом деле и там хоть смотрел что ты предлагаешь а это уступить было ну да не посмотрел ну там же передать можно как-то но я те кинул же ну все я короче афк до конца игры в дух тут когда кто-то выбирает давай пока пойду что-нибудь включу посмотреть так ходы буду пропускать если получится давай так напади на американцы ну так мы через тебя идти надо я могу открытые границы дать чем вертолетиками уже не добитыми да у него такая же в армия как и у тебя даже больше наверно уже ну да нет 1300 у меня 2000 но у меня тысячи у меня даже меньше ну да ну да вертолеты выкинула как раз между нами вот он современный танк уже с ними чего не сделать сойдет машинка птшки обычная не 90 сила а у танка 97 так танк тройной если только смотр пехота в нос то силу а тройной танк для нас то 7 кстати я построил махатин project есть урана нету это видео традиционно вышло при поддержке 2gis странно что многие думают что 2gis это просто навигатор или карта городов нет там много полезной информации например думаете в какой ресторан отправиться 2gis показывает отзывы из форского и флампа чтобы вы сделали правильный выбор так что рекомендую зайти на 2gis точка ру и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы ну вот там где я хотел поставить город поставил не дикит араб предложение сейчас секунду качечка мне уран дал нужен военный инженер строим тут пусковую шахту так этого что на своей территории должен быть ну да и гибель мы с тобой так повоевали серьезно саботаж партизаны на что вы прям границ в рядом поэтому что у него куда новый орлеан вашингтона где у него космопорт сан-фуиси и Продолжение следует... 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 все нет других вариантов так блин что я сразу можно строить корпусы армия я и не заметил да я как дурак строил по одному а там она и дешевле на промку если сразу армию строить на одну клетку отойти я на нью-йорк сброшу блин бесполезный этот медик построенный продать нельзя ничего нельзя мне кажется зря убрали возможность хотя бы они просто не нашли как изменить стоимость продажи то есть тут надо сделать как в 5 циве во-первых продавать если ты удаляешь не на своей территории ты вообще ничего не получаешь а если на своей территории то там за 1 10 или сколько тебе выплачивается я не знаю почему они шестерки сделали возможность вообще продавать где угодно и еще и половина денег тебе да плюс еще к тому же можно продавать даже когда у тебя все ходы закончились ну чё там качечка еще бою и с партизанами круто кстати тут интересно то что вот мы по науке собственно я уже например практически все открыл то есть я беру уже открыл все техи для победы космосом предположим да ну блин строит космос один только вашингтон тоже начнешь строить сейчас на тебя все нападут да тут строить его я ебал ну не ругайся что ты это мне кажется если даже всех инженеров и ученых забрать на космос все равно долго будет ты наверно ученого уже использовал на сто процентов производства ну нам суть дело меня и очень долго так тут нам нужен военный инженер развлекательный комплекс откуда тут несчастье нету несчастья показывает что есть в париже в париже есть в париже от войны до будет постепенно снижаться и и и и и и и и Так, кампус. Святое место, что мы тут пограбили, аэропорт, все? Больше ничего чинить не надо, что ли? Давайте ферму построим, ладно. Так, торговый путь. В Мадрид. Саботаж. А тут разрушение. Ага. Четыре хода мы посмотрим. Так, а это во что аппет 135? Мне лучше на самолеты. Вообще тут явно какие-то глюки с самолетами. Вот мы в прошлый раз играли, у меня города захватывали, но аэропорты в этих городах как бы оставались моими, и там все равно сидели самолеты. И работали из них. Куплю музыканты. С такими тембами как у меня становится, это похоже на еще один день. Все, я походил. Так, может, у тебя захватим просто и все. Попробуйте. Ну что, запрещаю вам. Странно, один музыкант только был. А кто музыкантов всех поскупал? Кстати, я понял откуда у русского, ну я делал сейчас гайды по районам, я допер откуда у русского столько великих этих художников, писателей. Там Лавра дает, Лавра, уникальное здание, уникальный район России дает по одному очку. Так что ему даже не надо строить театральные, в принципе, эти штуки. Шоу здесь своими краями, смотрите на меня. У меня вроде как радиация сама пропала. Да, она через несколько ходов пропадает. Вот только этим ходом обахнул я когда... Вот смотрите. У меня написано, что у меня в аэропортах один из шести, два из шести, два из четырех. То есть всего пять самолетов, да? На самом деле... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да блин, ну короче дофига. Чушь какая-то, да? Чушь какая-то, да? Я ещё здесь, я не отвалился. Чё всё повисло у меня? У меня тоже все зависит от весна. Американец, значит, решил нападать, да? Ну а что ждать, пока вы нападете? Все логично. Лучше сразу разрушить города сильные. Город, конечно, хорошо. Подсобью. С ума нам. Да ни одному тебе я не переживаю. Ну, мне все равно. Современные танки, наверное, им нужен уран для того, чтобы делать снаряды с объединенным ураном. Твоей головки. Я почему-то не могу починить Колизей. Так, интересно, долетит. Стопа из МК и тексты. Ну, знаешь, ты меня не плюхнул бомбой моей же. Че, гибель не долетела, да? Сломали. Зенитками ломаются, да? У тебя у меня здесь зениток просто. Потому что, наверное, 20 стоит. Там через клетку их надо ставить, да, я так понимаю, на всю территорию. На всю границу. Я не знаю, сколько они бьют, поэтому я поставил вообще фразы на границе с Египтом. Там вроде написано, что на радиус один. То есть вот. Не, радиус-то понятно один. А вот сколько он дамажит по этому самолёту? Сколько головки ядерно? Не знаю. Ну, они же и ракету сбивают, я так понимаю, если кинуть. Ну, вот на меня он, походу, скинул, но она не долетела. Поэтому я у него и спрашиваю, так, она долетела или нет. И спроси штраф, Египет, штраф пошёл за то, что ты скинул, типа, ну, недовольство. Пока не... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Эх, таран не работал. Как там? Википедия? Цевелопедия? Google. Я сквозь карту показывает, что где-то вот слева от Толедо, и там не вижу ничего сквозь карту, просвечивается 0-0 ядерных ракет и ядерных... Ну, обычных бомб и боеголовок ядерных. Там, наверное, шахта стоит какая-то. Чё, долго там в ходах, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Шахта you, rediddеньlao m'ой effectivement. мама как и так париж снес всю защиту ядерка на на шар за трески на египет и напоминаем этого на француза 2 я готов тебе сдаст чему зачем говорю я готов лишь не за тебя говорю такая это долетит мне не купишься силу у меня всю игру дипломата копить ни одного для швы не снизу на кстати спутники не даю до стуга бешком надо вручную найти опять подвисли нет нет нормальность и 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 я тебя добыло не сломаю чё там побеждаешь это 80 без парижа 80 безумно что что 80 у него я странно интересно причем что ты вот лазишь но я думал просто еще не перечиталась фига у него же рания все чудеса самый топовый глава плюс у него чудо еще было здесь а Так, я сейчас отходил, если кто-то что-то мне говорил, то можете повторить. Что, никто ничего не говорил? Не. Ну, вообще, вот откровенно говоря, мы как бы уже более-менее разобрались с концовкой игры, и у меня есть несколько большие сомнения, что... Ну, короче, проблема, по-моему, с концовкой появляется. Она очень затянута. То есть... Вот чувак пытался улететь, да, его просто закидываешь, и всё, и он никуда не улетает. Вот как тут побеждать, если уж так вот откровенно говорить? По очкам, по очкам. Культуры. Да культуры тут тоже не получится. Ну, культуры можно точнее, но не так, как я играл. То есть тут надо, наверное, как-то заранее какой-то на культуру делать акцент. Прикольно, что даже если начнутся какие-то действия армии, то полетят ядерки, и даже в войну не имеет смысла начинать какую-нибудь... Не, ну я так понял, что американец ядерки Египта перехватывал. Да. Но надо... Твои я не могу перехватить. Потому что там джет-файтеры. А я изначально конкретно шёл в самолёт и строил специальные аэродромы. Ну ничего не защищает. Значит, надо сделать реактивные стрельбы. Да, надо было делать реактивные истребители, видимо. Ну... Я так понимаю, что с ядерки... Всё. И на... Он там что-то понял с ядеркой. Я-то ничего не слышали, да? Нет. Ну я на понимаем... Не поменюзешь. Да ты на полотной лодке можешь пускать. А я так понимаю, что я сейчас везде буду садить леса и фигачить лесопилки. Я специально шёл... В самолёты. Специальный кучу строил. Подождите секунду. Окей. Рабочий стоит у меня 93 производства. Он может посадить... Два рабочих это 180. Они могут посадить пять лесов. Нет. Ты когда будешь эти вот посаженные леса вырубать, ты просто ничего не будешь получать с них. Да? Я сейчас посмотрю. Ну, проверь. Ну, уже это проверено сто раз. Ну, ты проверь обязательно. Обязательно проверь. А вдруг? А вдруг? Не, ну, блин. Качучка. Я сейчас проверю. Есть ещё вариант, что Халецкий врет? Халецкий врет постоянно. Вот так вот. Спасибо на добром слове, да? Да, стараешься для людей. Заканчивается вот этим. Так это вы ещё там по пару ядерок на сосканьте. Так мы скидываем. На себя? Понимаешь, тут я подозреваю... Я подозреваю, что вот по всему морю плавают подлодки, ну, все, кто мог себе это позволить, и в любой момент к тебе ядерка прилетит. Так что, как бы, не стоит кидать их вообще, потому что их уничтожить никак нельзя, они в Астрале там где-то. И в этом ты прав, кстати. Не, можно играть, короче, с первыми атомками, потому что они перенхватываются хотя бы. А я... Не, подожди, я на тебя только атомки и кидал. Я на тебя термоядерный, я даже проект термоядерный не строил, я тебя только атомные бомбы сбрасывал. Ну, знаешь, они просто неправильное описание сделали. Я так понимаю. Я не знаю, что СНК будут перенхватывать все. Поэтому я их настроил, 20 штук, по всей границе выставить. Я думаю, это все еще... Это только начальные самолеты эти. За Бадзула играю, наверное. А может, возле города надо было поставить, а не до границы. У меня везде стоит, потому что они не шматеринка, наверное. Вокруг города вот так стоят? Не, не, на самом деле самолет-то коцался у Леши, насколько я видел. У меня пролетал коцанный самолет. Так он коцается... Ну смотри, если он пролетает мимо четыреха сзаринка, смысл тогда будет идти вверх? Вот потому что он по прямой летит, и у меня по этой прямой стоит четыре сзаринка. Чуть это топовый юнит. Да, может, они перехватывают там, где точка сброса. Так ты бы их в армию объединил. То есть, может, там надо не четыре, а надо четыре армии. Первый самолет от Египта я спокойно перехватывал, ни один не долетел. Во-первых, во-вторых... А эти неактивные, я не один не так... Слушай, хорошо, давай сейчас проведем эксперимент. У меня вот сейчас есть атомная бомба. Класс. Не, ну я ее готов сбросить вот где-то между Орлеаном, Сент-Луисом, Сан-Франциско, Вашингтоном, вот между ними внутрь куда-то. Ты до ЧХГ дотягиваешь? Стой, скажи, какая это атомная. Давай я ее выставлю и посмотрим какая-нибудь. Да, так я вот тебе об этом и говорю. Я, чтобы, ну, просто сейчас не задевать твои города, просто ради интереса. Вот смотри. Я, наверное, попробую на пшени... Вот видишь, ниже Новый Орлеан, твой акведук и пшеница. Пшеницу видишь, да? Вот на эту точку пшеницы я, например, буду сбрасывать. Куда ты сейчас расставишь свои перехватывающие юниты? Ну, просто ставлю, получается, вот на акведук, ставлю на промзону и подожди, здесь еще несколько ходов надо будет тащить их. Ну что, блин, какую промзону? Тут нет вроде промзоны. На колону Орлеана слева стоит промзона. Нет, так на промзон... А, ты, типа, хочешь поставить перехват? Мне кажется, надо поставить вот в этом шестиугольнике. То есть центр пшеницы, и вокруг пшеницы по шестиугольнику, вот как-то так. Промзона... А почему тут промзона? Ты думаешь, что, типа, влияет, откуда у меня будет самолет лететь? Ну, он через промзону точно не летит. Ну, сейчас спущу тогда в следующем ходу. А что лагает? Вы кинули уже, что ли? Нет. Мне кажется, что они не траекторию должны защищать, а место падения. И, может быть, они только один раз стреляют. То есть Египет запустил самолет, а они все стрельнули по разу. Как перехват раньше самолетов был. Если один раз, так перехват. Так и здесь. Они постреляли, разрядились, а потом в Лешин самолет летит просто так. Сейчас, как вы себе скажу. Я так понимаю, у нас теперь игра превращается в тест всякой фигни на Лейте. Ну, очень. Кто здесь победит? Я не знаю. Тут еще играть и играть так, по сути. Тут, не, вот реально, что-то они не то сделали с концовкой игры. Потому что тут, чтобы победить научно, это надо быть очень таким сильным чуваком. Прям мало того, что офигенно впереди по науке, так еще и уметь отбиваться от всех. Прям вообще вокруг. То есть ты должен там очень быстро это все построить. Это, по-моему, вообще нереально в данном случае. Если ты не побеждаешь наукой, то есть, возможно, тут просто будет очень затянуто, но в итоге кто-то победит наукой. Ну, просто очень все долго будут строить, там друг на другу атомки сбрасывать. Слушай, ну, уже сейчас ход закончится. Нет, ну, то есть, заканчивай, потом скинь. Да. У меня на следующий ход они-то потом говорят. А может, через два даже. В течение полутора часа мы доиграем? Я думаю, нет. Я через полчаса уйду уже. У меня на работу надо. Я думаю, мне смысл уже продолжать. О, кстати, кстати, смотрите, смотрите, Леша начал потихонечку таки продавливать. Больше, чем половина уже. Давай, Леша. Да. Ты готов принимать ядерки? Всегда готов. Все, значит, надеюсь, Египет кинет. Я не вижу, куда кидать. Ну, кажется, надо убирать эти ядерки, чтобы без них играть. Ну, без них... А без них человек просто улетел. Чтоб легче кому-то улететь было, да. Вот я про это. Ну, так всегда будут в науку играть тупо. Нет, смотри, если вот сейчас... Ну, давайте так. Я сейчас настрою самолетов и попробую перехватить их самолетами. Может, самолетами лучше будет перехватываться. Потому что без ядерок я бы здесь спокойно развился, меня бы никто не туда ездил. Ну, самолетами оно, конечно, классно сбрасывать, но проблема в том, что знают, где твои самолеты. И тебе на самолеты могут кинуть ядерку. А вот подводную лодку пойди поймай, где она там? У меня выход мало. Мою дуракотовую армию построим. Раньше она у меня была. Ну, прикольно. Теперь у меня... Как она у тебя была? У меня была. Не надо. У всех. Нет, у меня дуракотова. А, да, сорян. Точно. Подожди. Я же ее забрал. Когда я перепутал, я делал. Делал сейчас видео и там... Да, точно. Так, ну, сейчас подкачу. Ну, в принципе, кидая на пшеницу. Стоит 4 ЗНК. То есть вот чисто на пшеницу, что... Я понял. И где они стоят? Ну, вот. На пшенице и на ферме, на бирже и на кредуке. Окей, все. Кидаю. И посмотрим. Будет работать, не будет. И посмотрим, там самолетов закоцается, нет? А им пофиг. Они как стояли, как стояли. Ну, вот летит самолет. А уже типа кинулась или что? Да, у меня уже показана анимация, что они все взорвались и ничего не сделали. Может, там надо кнопочку нажать, типа перехватывать или нет? Нет, у них вот отдохнуть, перемещение и пропуск хода. Все их действия. То есть вот ты их поставил на эту точку, они защищают. Поделок, досягаемость. Но против неактивных, они не защищают. И об этом ничего не написано. Вот такие вот истории. Прикольно. Ну, как бы они не должны, наверное, защищать, но об этом могли бы написать. Ну, да. Я специально шел в массовую просто... Я по всем границам выставил просто ненеальное количество. У меня, походу, в Каире просто залагал развлекательный комплекс. Он не считается, наверное, как район. Потому что вот из-за этого я не могу подчинить Колизей. И не могу построить, допустим, стадион Маракана даже. Потому что пишет это уходящего министра. Маракана. Сейчас любители футбола тебе проклянут. Я люблю смотреть Старкрафт. Старкрафт? Кстати, вот недавно был как раз Блескон. Очень классный последний матч. Кто там опять одни копейцы? Да. Но победил чувак без команды. Так что это как бы типа сенсация. А поляк дошел до полуфинала. Зато русский по Харстону. Я не знаю, я Харстону смотрел. А я ничего не смотрю. Футбол только. Ну я Харстон просто играю. И даже футбол не смотрю. Даже футбол? Да. Не по канону. Ну я только чемпионаты типа мира, Европы. Мне вот эти командные там где. За один лейбл бегают миллионеры бегать. Ну мне не лежит душа за это болеть. Вот чемпионат Европы сделал Роналдо великим игроком. Потому что он не только кучу бабла зарабатывает, но смог привести свою национальную команду к чемпионату Европы. Никто этого не сделал. Ни Луиш Фигу, ни Сейбио. А Роналдо, пожалуйста. И поэтому он, например, дальше запомнится лучше, чем Месси, который с командой ни хрена не может сделать. Роналдо, который Криштиан. Да. Окей. Ну, помните, в 5-й цире все жаловались, что не повоевать на новых юнитах? Вот, пожалуйста, воюйте. Ну, если без ядерного оружия добивается, то вполне можно воевать. Да-да. И победу наукой отключать. Тут просто без ядерного оружия тогда не пробиться. Ну да, будет такой же сбок, как у меня. Ну, пробейся-то сюда. Почему-то рандомные люди этим занимаются, а сама фирма, которая производит эти игры уже с таким стажем, не могут это все быстро пощинить. Это вообще все удивительно. Вот, честно говоря, каждый раз, то есть, любая игра выходит, вот любая стратегия, да, там сразу на следующий день фиксы, ход фиксы, еще что-то там выходит. Фераксис, вторая неделя уже заканчивается. Ничего вообще. Ну, так я тоже, ну, в шоке, ну. Какие-то люди просто на своем энтузиазме это все делают, чинят, чтобы им было, ну, удобнее играть. А самим разработчикам, получается, похер, блядь, на всех, кто купил. Ну, игрокайте. Я уверен, что там пишут им и говорят, что вот это, вот это надо, там. От опытных, там, стримеров этих всех. Сам факт, понимаешь, даже ладно, вот тут, ну, любая игра выходит там с багами, а пошаговая стратегия, по-моему, пошаговая стратегия вообще самая сложная в балансе игра, любая. Но то, что они выпускают игру с проблемами, которые давно решены в прошлой части, вот это меня больше всего прикалывает. То есть, нету там расширения границ, не видно, да, не видно, с кем ты торгуешь. Вот это, это все то же самое было в прошлой части. Все такие же проблемы. Они их там решили. Ну, я не знаю. Ну, сюда принесли. Ну, я уже в пятую с броми, а, с боги и короли, там, как она первая была, я не знаю. Я сразу покупал уже. Ну, я вот тебе рассказываю, что этого ничего не было. Ну, теперь оно в шестой, вот, все зовут, прям дежавю полнейшее. Почему? Ну, вот ты, у вас же есть перед глазами игра, да? Причем вы шестая, она очень похожа на пятую, ну, типа, ну, блин. Казалось бы. Подводка обстреливает прибрежные юниты. Вообще весело. Да, я же сказала, высаживается десант. Обстреливает прибрежные юниты, она еще может грабить территорию. Ну, стоит у тебя армия, 300 тысяч человек. Тут насаживается с одной подлодки. 200 десантников и убивают ее. Половину. Интересно то, что я сейчас настраивал здесь. Ты захватишь у меня СМК, но тебе все уйдет? Что именно здесь? Все эти научные, научные дни. Нет, конечно. Можем. Ну, кстати, я не знаю, я такого не делал еще никогда. Может быть. Буду захватить. Ну, хорошо. А что-то кидается, я просто залагала. Нет. Ну, я ничего не кидал. Короче, все дерево уже изучил эти технологии будущего шпаря, но это фигняка. Это то же самое. А сколько ходов игра длится, кстати? 220, что ли, или 250? 250, 250, 250, 250. Что мне кажется, что будет очень часто теперь бывает победа по очкам. То есть нам еще играть 60-70 ходов? И кто по очкам первый? Я. Надо что-то делать, да надо взрывать. Да. А у меня теперь выбрать исследование висит, но я выбираю. Тихо, а вот все есть. Затупил. Сори. Блин, странно. У меня две политики. Одна называется пропаганда, а другая называется martial law. То есть, ну, закон войны, закон боевых искусств, что ли. И обе абсолютно одинаковое описание. Аккумулирует на 25% меньше. Да, да, да. Там есть такие две. Я их две поставил, они мне что-то не помогли особо. Подождите, это вы что спрашиваете? В военных политиках две политики, пропаганда и martial law. Абсолютно одинаковые. У них описание абсолютно одинаковое, делают одно и то же. Так, давайте испытывайте, забирайте Сент-Луиз, да я пошел. Собирать. У тебя этот БТР доедет? На русский это перевели как военное положение. Ну, этим ходом не доедет, конечно. То есть, я танк уберу, он не проскочит, да? Все равно не... Так я только что им походил. Не, наверное, идем на следующий ход. На следующий ход, я думаю, тоже не доедет. Ну, короче, сейчас в сторону танка уберу, чтобы я их успокоил. Окей. Так, давай, Египет почти испытать на нем чуть-чуть. Ну, я не возражаю. Своего запилили, таки, да? Ну да, там, да, поскинули меня. Он бы всю игру играл, развивался, чтобы на него скинули, блин, три ядерки. Он не ожидал, что эти штуки не будут убивать. Как-то это неприкольно, блин. Неприкольно то, что они не пишут в описании то, что. Какой юнит, от чего защищает. Слушай, ну тут надо вообще ожидать то, что в пятерке будет. В пятерке как бы джетфайтеры не перехватывались вообще ничем. Да, стелса был такой. Ну, стелса, да, не перехватывались. То есть получается один грит победы, да? Точнее, два. По окончанию ходов и военной победы. Ну, я, кстати, думаю, что если очень повезет так вот с религией, ты так, ну, мощно начнешь, то вполне можно религией. Но только тут религия, надо побеждать где-то в середине игры. Когда очень сложно сопровождать. Ну, то есть не все все видят, знаете, там, не все всех встретили, например. Ты быстро можешь наклепать много этих миссионеров, высадиться. А еще очень классно, чтобы поменьше чужих религий было. Не, ну, религией, ну, да, ага, свечерные игры, надо всем ее убрать. Ну, не всем, но хотя бы вот кто первые два берут, им хороший гост от религией будет. Вот ты же взял кампусы и этот за культуру, ну, за веру строить, да? Ну, то есть, видишь, тебе можно, ну, коммерческие эти строить, ну, и производственные, а эти покупать. Нет, ты на русском играешь, что ли? Ну, да. Там неправильный перевод, там нельзя купить кампусы и купить театральную площадь, там покупается здание в этих театральных, ну, в этих районах, а районы все равно построить надо. Там написано, что районы, именно кампусы и театральные. Нет, районы не покупаются. Там в кампусах, по-моему, написано. Ну, что, Египет, кидай. Египет, кидай. Кидай его, да, видишь, где у меня замка стоит? Тренишь тут, я не могу. Кстати, очень классно, что леса можно снова засадить, вот куда город разрастается, если есть свободное место. Четыре промочки еще. У меня вообще просто огромное количество еды из-за храмов этих. Синагога, кстати, очень классно заходит под этот пантеон. Надо было синагогу брать. Короче, смотри, видишь табак в твоей столице? Да, и на клетку слева, где замка стоит. То есть ниже лево. Налез. Туда кинь. Не, ну чтоб центр там был. Центр удара. Именно на эту клетку. Посмотрим. Собьет, не собьет. По идее, я думаю, трех должно хватать, что сбить, то и залог. Судя по лагам, он скидывает что-то, да? Да, 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 сюда кидай. Где-то. Америку у меня юнит захватило. Так, чтобы самолетик защищал, надо кнопочку развернуть, нажать. То есть вторую, там где самолетик, кружочек такой, да? Без понятия. Или воздушная атака. Но она не нажимается, она серым подсвечена. Нет, наверное, все-таки по юнитам. А как ты там объявишь ему войну, если его здесь юнитов даже близко нет? Давай еще спереди юнит, тогда давай. А куда он кидает? Да, около минус. Там, видимо, юнит просто вой. Ну, здесь нет ничего, никого. Около Сан Круз. Кстати, вот русский, смотри, у меня сейчас достроились стадионы, и у меня теперь нормально все, с радостью. Она перекинулась на другие города, там, где нет стадионов. Все довольно... На следующий ход? Только два была. Ну, по-моему, это невозможно даже. Почему уже нет? Нет, во-первых, если бы у американца был уран свой, я думаю, он впадал. То есть, тут единственный вариант, типа, ты выходишь в уран, я так понимаю, и всех забрасываешь первым. Если ты первый по науке, ты первый выходишь в уран, и начинаешь захватывать своих соседей. Да, у меня не было. Я самым первым вышел и сидел потом. У меня там ходов через 15, она поддала уран. У меня изначально не был такой план, просто взорвать ваши города половину. Это вранье, ничего я никому не давал. Камужский отстающий, он бы мне ничего не сделал. Пора будет плыть и плыть до меня, чтобы скинуть. Ну, четыре хода, если справа. Ну, я кидаю корову больше. Ну, да, все зависло. Давай, кидай. Еще, кстати, юниты на воде не получают дополнительный урон. Тоже арабы. Там, твой батарей под вашим коронам плыл, я его обстрелял из военного лагеря, не нанес ему 7. То же самое, что и на суше. И что, ты там скинул? Ну, висит пока, видимо, скидывается. А, ну да, от висла. Потому что я не вижу никакого сообщения о том, что я там что-то сбил. Кого-то убил. Так он про францы пишет, нет? Во, сбросилось. Да? Им пофиг. Они не стреляют никуда. Ну да, вон ракета летит, иди с анимацией. Мои эти собаки не стреляют. И сдохли. Так, ну следующим ходом ты забираешь, да? Не, Сент-Луис, в общем. Ой, Сент-Луис, в смысле? Ну да, походу да. Должен. Мне не нравится, что одинаковый рисунок для военной академии, которая на лошадей, которая на пехоту. Я вот не помню, в каком городе я что-то строил. То есть, надо наводить. Ну, заканчивайте ход там. Сейчас, секунду. Ну, у меня на территории есть уран, ребят. У тебя на юге уран. Там, во льдах. Тебе надо какой-нибудь там... Архангель ставить. Я что-то, кстати, не вижу у него ванну. Где он? Или это потому, что я ее этим и открыл? На юге, на юге. Там руинка. Но можно город поставить, в принципе. На побережье, в одной клетке от реки. Забрать одну рыбу. Или это... Нет, без реки тут три рыбы будет. И больше ничего. Хотя вот тут три леска. Ниже Новгорода есть. Закрошу. В принципе, для России не так уж и плохо. Вот во льдах города фиг. Втыкать. Втыкать. Там давай ход заканчивай. Ничего. Захватывается. А еще не говорим. Так вот, чтоб все полностью его раздаллили. Да. Что за раздаллили. У меня наземная армия особо и не было. У меня была защита у нас. Я не знаю, какого они работают. Так вот, какого연�инца. блин выключил микрофон как всегда египет и еще одну атомку скинул ну ладно удачи спасибо за игру давай так кстати проверено генерала можешь убить а у тебя юнитов не осталось и беда ты попробуй захватить генерала вон там своим я на пробег ниже выставил нет он свалили он как-то загнезнение так понимаю мы будем продолжать ну да почему мы тоже кто-то победить туз русский всем пока я не верю даже как-то мы его легко на ну как легко там столько я легко это ядерная бомба падает и все это захватываешь город сейчас у меня так сделаем это как-то неинтересно если честно я согласен причем знаешь причем прикол я сбрасываю атомную бомбу ну или ядерную снимается полностью вся защита и все хп я захватываю город и защита восстанавливается полностью а хп наполовину то есть отбить город вообще невозможно обратно или ты можешь его просто разрушить этим же ходом так ну или разрушить вообще он сразу у тебя разрушается весь полностью это не круто а а никаких нет там танков современных которые ядерный удар задерживает современные танк тоже шлепаются без понятия американец всех оскорбил даже меня ничего не сказал вроде и построил стоунхендж как как так это город рушишь чудеса можно заново да да все чудеса вернулись вон маха бодхи храм маха бодхи а я софия сын мишель все что я построил в этом руане все обратно вернулось все вернулось кроме моего развлекательного центра которые теперь вообще не считается развлекательным центром блин американец посадил в сеул 36 посланников неплохо моя боль были все я так понял него больше не было поэтому нормально я надеюсь вы не будете амстердама же карту забирать у меня будем с чем ну тут сказал сразу же хотим сын я уже забрал у тебя каю давайте давайте он прикольно там есть политика которая вместо 1 2 кидать если разный строй какой у тебя строй я демократия но я подумываю сменить на фашизм потому что воевать надо вся фигня ты еще не построил кофмопорты да илёш нет но когда ему было строить когда на меня атомные бомбы тут кидали вообще-то жил кашине отсортировки торговых путей по по еде по золоту а тронки а 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 Слушайте, может другое время закончим, потому что мне завтра на работу Рано вставать Ну вот Мне очень интересно Будут перехватывать самолеты джетку Или нет Если мы будем заканчивать, то можно сохраниться И после сейва ты скинешь В меня бомбу какую-нибудь Чисто ради интереса Потому что у них вроде как зелененький радиус покрытия есть Или это радиус их перелета Я клацую кнопку развернуть И это вроде Наверное защита, или что это такое Потому что у них есть отдельная кнопка Переместить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таки что, когда мы заканчиваем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте начнем с следующего хода сейв Окей, сделаешь сейв А потом Скинешь мне куда-нибудь там Я никуда не могу скинуть пока У тебя нету, да? Кажется, все на американца Радостно Можно после сейва будет чуть поиграть Пока ты сидел А у тебя есть перехватчики? Нет Ну ладно Ну и когда продолжим? Я завтра вечером опять Либо после 10 вечера могу Либо примерно до 6 вечера Либо там у Египта шансы Мы могли бы троем продолжить В смысле? У Египта все шансы есть Он только один У него только на один город Американец кинул бомбу И все Я не вижу просто, что там у него Я как раз думаю Тут либо Египет, либо араб Первый что-то сделают Да я ж мирный И производственные города умерли Я не могу там старпорты построить 100 туристов Все, делаю сейв Сейв сделан Кто-нибудь думал о том Как тут побеждать вообще? Кроме как Ну я думаю по очкам Подолго Воевать друг с другом Нет, почему? Тут уже больше вариантов Например, захватить друг друга Кто-нибудь захватывает всех Например, а? Ну есть мысль Смешанная победа Например Ну что значит смешанная? Слушай, Ату, а у тебя смартфона нету случайно? Смартфон есть Так ты можешь на него дискорд установить И с него разговаривать Просто ты вот реально говоришь И, ну Прям, не знаю Два слова говоришь и все И там уходишь Я прям через наушники слышу Как шкварчит твой процессор Да, да, я тоже слышу Не только шкварчит Но и шепотом говорит Помогите Что-то такое Call 911, да? У вас пошла загрузка или что-нибудь? Я уже загрузился Даже У меня висит окно Как вот зал ожидания и все Ну в лобби типа О, надо заново загружать Ну Вообще проблему Решил Просто Системник новый купился Просто не успел Я его поставить и установить Прикольно ты решаешь проблему Это кардинально Да Ну, а что лет-то? Не, ну правильно Если, блин Реально Если вы настолько Компьютер древний, что прям Я тоже подумал Если уж у меня пошагу стратегию не тянет Ну извините меня, пора Да, да Так, я так понимаю Что надо заново грузить Потому что Арчи Ты в лобби сидишь, да? Ну да В лобби у меня просто Ничего не происходит Не в лобби, а во лбу По-моему Мне помнится Они говорили, что они сделают Сетевую игру гораздо быстрее В каком смысле быстрее? Так она и есть быстрее? Нет Они говорили Этой быстрее не получает, правда Они говорили, что вот У нас по 6 часов партии Мы хотим сделать, чтобы вы могли За один присед закончить Так тут же есть Такие игры На 50 ходов Все, я понял Они это имели в виду, да? Да, так они это конкретно И рассказывали об этом Что будут такие типы сценарии Так они и есть Нет, там, кстати, прикольно Почему нет? Нет, я не спорю Интересно Но хотелось бы Не, ну невозможно Слушай, ну как? Слушай, ну блин Мы уже 12 часов как бы наиграли Ну мы наиграли 12 часов Во-первых, мы многое не знаем Да, то есть у нас нету Какого-то вот конкретного плана Понимаешь? Вот как в пятой цели То есть Ну да, блин Я думаю, вы ощутили Как я читаю Каждый ход Какие-нибудь всякие штуки Ну вот То есть Я просто вот Ну, блин Строю Какие чудеса, возможно От балды, знаешь Вот просто Ну, у Франции там бонус На туризм Так, Арчи, ты опять У тебя есть проблемы? Ну, у меня там ошибка Сейчас Я сейчас перезайду в целом И не забудь перезапустить Тут, по-моему, есть проблема С затянутостью все-таки конца Мне так кажется Потому что Тут невозможно быстро победить Потому что действительно Вот человек начинает улетать по науке На него все нападают Но при этом, смотрите Мы все практически изучили Не, ну я уже точно изучил всю науку Араб тоже всю науку изучил Думаю, Египет тоже уже всю науку изучил Он только русский остался Чуть остался Ну, я думаю, русский уже изучил Все, что требуется для Ну, там космопорта Нет, я только в ракетостроение вышел Ну, космопорт построить То есть, пока ты Понимаешь, пока ты строишь космопорт Ты уже изучаешь все, что тебе надо Тем более, что там Сначала одно надо построить Потом другое Ты не можешь все сразу построить У тебя тут нет такой возможности Как в пятой цели Построить все детали сразу И запустить их Ну, в пятой же в основном Была военная победа Ну, как военная Просто кто-то, ну, сдавались одному Кто вперед вырвался Нет Ты не с теми людьми играл Тут, опять же, военная победа Вот, предположим Единственное, что ты можешь Это закидать ядерками Ну, ты не можешь захватить всех Вот, по-хорошему Потому что у тебя нету Ни экскомов, ни парашютистов У тебя есть обычные Ползающие по земле юниты Ты подходишь к городу Ну, на который ты скинул Атомку И у тебя юнит умирает Просто от того загрязнения На которое ты скинул город Вот Мне кажется Кажется, вот Разрабатывались же танки Которые После взрыва ядерного Могут-то ездить Надо, чтобы современные танки Раз уж они жрут уран Просто не получали дамаг А может там они не получают Надо почитать Ну, не знаю Мне кажется, такого ограничения нет Но все равно Им ехать надо То есть Соперник может какой-нибудь юнит поставить Перед, например И самое прикольное, что Там же можно Вот этот захваченный город Использовать как Базу для самолета реактивного Чтоб он дальше там что-то пошел бомбить Или нет? Можно, но только один самолет Ты можешь в город запихнуть Ну, я думаю, одного достаточно Нет Самолеты не очень много снимают С городов, кстати Я имею ввиду JetFighter Ну, запустить, который бомбу дальше может кидать А, с бомбой Ну, да, понимаешь? Пока ты бомбишь одного, к тебе приходит другой И бомбит тебя Давайте пересоздадим лобби Пусть он первый зайдет Я предлагаю тогда еще Steam перезапустить Потому что такие проблемы бывают, что Steam обновился Ну, я вроде только зашел, но хорошо Ну, я перезапускал Steam Не, мы сейчас все... Ну, а я нет, у меня Steam висел У меня сколько дней Смотри, ты уже истребителями защищаешь свои Да! Я не знаю, как оно работает Там как-то вот... Наверное, это оно и есть, защита Потому что там есть еще какая-то кнопка Воздушный бой Но она неактивная Почему-то Кстати, пропали... Пропало все атомное... А, подожди, стоп, нет А, нет Это я просто в 3D переключился В 2D намного лучше видно, конечно Прикольно У меня появилось 3 бомбы Но на самом деле я строил Но они почему-то не появлялись Я подумал, может, я отменил строительство А вот сейчас загрузились У меня написано, что у меня 3 ядерных устройства есть Так что неплохо Так что хватит Тут нам джинсы свои впаривать Мне нравится, что в атомной эре Нет никаких домиков Кроме как деталях и военных Это круто То есть они специально нас толкают На такое фоллаутовское развитие мира О, я думаю, что шелик Кроме как джинсы Хаас попробую просто захватить все уже города американца в принципе могу еще опять город поставить здесь и у меня уничтожили купим поселенца а построим точнее починим там бар могу адмирала купить артиста эти артисты туризм быстрее набирался сколько у нас тут туризма еще до хрена вообще кстати забавно что по туризму мы примерно одинаково с арабом у него типа меньше но ему и набрать меньше надо ну я бы уже про тебя задумался путь а уже там близок близок ты согласен задай ваш надо его сносить и вот смотри но мне нельзя так что качечка с фрату вам решать русские вот смотри эти проблемы я сейчас захватываю американцы хочу все города убрать то есть 142 уберется станет меньше то есть ему надо будет еще меньше набрать туризм а у меня как раз 164 останется потому что по его туризму нет как у тебя же вырастет количество жителей то есть мне надо будет тогда тебе больше количество жителей увеличится количество нет увеличится количество внутренних туристов у тебя но если у меня станет больше чем у тебя то дай бог ну так ты вообще отстаете она 30 я не знаю кстати откуда у меня туризм вообще неужели это все чудес и от священных мест но вообще-то да тогда это прикольно чудеса генерируют туризм тут не только шедевры все чудеса генерируют туризм ты вот можешь опять же на линзу нажать линзы и туризм выбери и вот там написано сколько туристов прибывает а если ты наведешь то есть вот большая цифра это сколько к тебе прибывает из-за рубежа но внутренние туристов то есть на видео что увидишь что внутренних туристов то еще намного больше генерируется ну что то я сделал партизаны у русского так ну я думаю что надо пересаживать все корабль колесей кстати как не восстанавливался так и не восстанавливается вот в джедду пересажу наверное но в джедде нету пригорода дамаск давайте вообще кончились великие люди я так понял вообще все писатель есть и адмирал есть те ничего не надо из этого да но я думал адмирала под накопить а вот такой вопрос вот этот вот цена на плюс 100 великий человек к постройке космических кораблей он дает вообще на всех или только на один порт в котором я его использую потому что у меня русская версия может тут просто неправильно переведено еще раз кто великий человек по моему инженер он который увеличивает в два раза постройку космических кораблей для победы нет его можно использовать только в космопорту или а он на остальные будет только на это только там где ты его жаль же все спасибо большое прикольно в одном городе строится канализация в другом я спутник заказал печально и 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 а самой и и и и и и и и процесс 潛 окрыmi и и на и и все и и и против самолетов типа может это как-то влияет ну и помните в прошлый прошлый раз мы с американцем воевали тоже обстреливал моего лекаря они тот юнит который на той же клетке стоит типа защищающий странные непонятно все это египет братюня пора наверно кидать ядерки кое-куда так что такое ну каждый ход у тебя растут туристы каждый ходик по чуть-чуть количество необходимых туристов растет как там ты нам тут зубы не заговаривать я даже еще две трети не набрал хорошо давай когда наберешь две третьих мы начнем массовую бомбардировку хорошо начинай договорились строя пока оружие ядерное просто еще нормально да да это оружие сверху чему ждать вам американец уже дождался вообще-то это наоборот как раз это да как раз кито наоборот я кстати что ошибка американцы был остался того что он не давал мне ничего сделать и сам ничего не делал не так вот именно америка я или я реально думал что вега сейчас меня захватит дальше да пойдет вот его ошибка была в том что он почему-то уничтожил один мой город и стал такой в защиту зачем-то я там я строил атомные бомбы потом ходов 6 наверное он видимо решил что на него уже ничего не упадет то есть у него шанс ты были дать опорту захватить ну конечно ну блин он сбрасывает просто сбрасывает атомку захватывает город сбрасывает атомку захватывает город надо кстати с юнитами разобраться потому что американец сказал что каждый юнит против какого-то получают бонус хотя об этом нигде ничего не написано и только можно увидеть когда наводишь на это я в принципе говорил от мели юниты получают бонус против анти кавалерии да да вот здесь а как где это можно посчитать где написано чтобы там новичках тебя не написано просто в игре например выбираешь своего юнита просто мышкой наводишь на чужого юнита и в принципе он те уже показывает сводку 1 расстановку сил какие бонусы ты получаешь например пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры